Привет всем! Если вы смотрели первое моё видео, то вы знаете, что это речь пойдёт о хайлайтерах. Я вам показала вот такие вот тенюшки от фирмы Palladio в оттенке 0.0 в оттенке P134 Шампань. Я их брала для того, чтобы вместо хайлайтера, потому что они почти выглядят как цветы, цвет вашей кожи, но более влажный, скажем так. И буду их использовать, очень понравились мне. Но что я хотела сказать? У меня раз, два, три, четыре, пять хайлайтеров, но они идут у меня не одиночные, а в трёшках или двушках. И что я хочу сказать? Это у меня палетка Габриэля Салвети, это от Catrice, это всем показывала я уже Freedom, моя любимая. Также у меня есть от Rimmel, вот такая вот, Katie Moss, и Sleek, да, последняя покупка Sleek, и два жидких у меня, два жидких хайлайтера от L'Oreal, более такой бронзовый и жемчужный. И вот такая, да, последняя палеточка моя. Что я хочу сказать? Что вот за вот этой палеткой, мне прям её хотелось купить, я не знаю, сколько отзывов было хороших, и она в принципе хорошая, но такая вечерняя, скажем так, для какого-то вечернего такого выхода, потому что, ну, блёстки здесь ощутимые, даже в кремовых хайлайтерах их заметно, и вообще я их сейчас использую как тени. А вот когда останется коробочка, тогда я уже разгонюсь и сделаю свой хайлайтер. Что я хочу сказать? Есть у меня ещё вот такой вот хайлайтер, и сейчас я вам покажу вот так его. Вот это хайлайтер от Palladio, а вот это хайлайтер, который сделала я сама. Что, как я его сделала? Я его сделала, у меня оставался тональный крем от марки Mary Kay, в четвёртом оттенке, это то есть для загорелой кожи такое, и добавила туда пигмент. Пигмент добавила я до такого состояния, чтобы оно было такое, как каша, но могла сформировать, да. И я убрала тенюшки, это были тенюшки матовой тени от Belle. Я убрала отсюда, с этой коробочки тенюшки, и сформировала туда свой хайлайтер. Потом несколько дней я как бы, очень хорошо, что здесь крышечка вот такая вот, и я сюда ложила салфетку и закрывала. И так уже, наверное, неделю, дня три я так прям делала часто, а потом немножко реже, реже, реже. Ну, пролежал он у меня неделю. И очень приятный запах, кстати, имеет. Это, наверное, от тонального крема. Он очень пигментированный, он красиво смотрится на скулах, ну, на тех местах, где должен быть хайлайтер. И он очень стойкий. Поэтому я решила, что гонка вот именно за хайлайтерами, да, и отдавать за них там по тысячу, по полторы гривен не стоит, потому что, ну, это пигмент. Это тот же самый пигмент. Просто нужно его правильно для себя определить, каким видом вам больше удобно работать, более жидким или более таким вот пудровым. И сделать его просто для себя. Пигменты я покупала давно еще, когда пробовала делать крема для себя. Вот. И добавляла я еще пигменты в масла для тела. Жемчужный такой вот пигмент. Добавляешь в масло с распылителем, да. И когда наносите на тело, то получается такой вот перелив. Его не видно, здесь нету таких ощутимых блестков. Здесь именно идет такой вот влажный перелив. И красиво смотрится. Так что, если вам интересно, попробуйте. И да, вот я считаю, что платить больше не надо. Так что, в принципе, вот эти вот покупки, которые я сделала, нет, они полезны, потому что, опять-таки, здесь есть и румяна у меня, и там контуринг и тому подобное. Поэтому я как бы не жалею. Но, именно если вы гоняетесь за каким-то хайлайтером, да, в одном виде, то есть, их можно сделать самой и сильно не затрачиваться. Если вам было полезно это видео и понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм и комментируйте. Я буду очень ждать ваших комментариев. Пока!